Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории жизни». Но когда же я от тебя избавлюсь? Погоди, немного осталось. Ты за всё поплатишься, за все мои унижения. Напридумывал о себе, королева нашлась. Молодой человек с низким лбом и безвольным подбородком то и дело поправлял свои русые кудри. Кори глаза, настороженно рассматривали что-то под ногами. — Эй, Стёпка, ты чего, рубль потерял? — весело спросила спутница. Она была довольна их вылазкой в лес. Хотя предложение сводного брата сначала показалось странным и неожиданным. Но в конце концов она так занята, что почти не видится со Стёпой. И даже если в лесу и скучновато, всё равно, это повод провести время вместе. Степан внимательно посмотрел на молодую женщину невысокого роста. Худенькую и такую хрупкую. Копна каштановых волос облаком развивалась от сильного ветра. Голубые глаза смотрели весело и жизнерадостно. Инна явно ни о чём не подозревала. Бывают же такие малохольные. Она и правда считает, что может загрести себе всё, бросить ему крохи в качестве подачки, и при этом Степан продолжит чудесно относиться к сестре. Ну нет, не на того напало. Стёпа не считал, что делает что-то дурное. В конце концов, должен быть естественный отбор. Наивные и не умеющие разглядеть опасность должны освободить место для других. Хитрых, предусмотрительных, тех, кто по-настоящему ценит деньги и материальную собственность. Это просто естественный отбор эволюции. Да, и не повезло. И она смогла какое-то время продержаться на волне удачи, защитить их бизнес от конкурентов. Но размазня проглядела своего самого главного врага. А должна бы знать, что конкуренция внутри одного вида самая агрессивная. Так бывает в животном мире, и люди тоже ушли недалеко, если не хлопают ушами, как она. Удивительно, но Инна и правда верит, что Степа радуется ее успехом. Просто уму непостижимо, что у нее в голове. Опилки, розовые пони, малахольная. И всем будет только лучше, если она умрет молодой и красивой. Инна, да говорят, тут есть ямы. Вот и смотрю под ноги, чтобы не угодить в одну из них. Знаешь, в некоторых даже есть змеи. Упадешь в такую и пикнуть не успеешь. Степа сделал вид, что и правда о ней заботятся. Инна это проглотила. Улыбнулась с голубой доверчивой улыбкой. А знаешь, если даже упасть в такую яму и не шевелиться, змей не тронут. Это же средняя полоса. Здесь даже ядовитые змеи не очень-то стремятся напасть первыми. И этим они отличаются в лучшую сторону от людей. Инна в детстве очень любила смотреть передачи про животных. Но в отличие от брата, запоминала хорошее и полезное, а не жестокое и кровожадное. Неужели она о чем-то догадывается? Да нет, быть не может. Иначе ни за что бы не отправилась со мной в это место. Степа с подозрением посмотрел на сестру, но, услышав беззаботную песенку, которую она напевала, тут же успокоился. — Это если есть кому вытащить, то можно выжить. Или если яма не очень глубокая. Как бы невзначай, уточнил Степан. И еще больше нахмурился, сосредоточился. Заметил зарубку на березе. Значит, осталось совсем недолго разговаривать с этой тупой, которая вздумала испортить ему всю жизнь. Да только вот ничего у нее не получится. Странный-то какой-то. Ну не упадем же мы оба сразу. Один другого и вытащит. Весело рассмеялась сестра. И тут же спросила, мол, далеко ли до того грибного места, которому он ее вел. Да, вот уже и зарубки показались. Ты увидишь, я был прав. Унесем полные ведра. Степан с трудом выдавил из себя улыбку. А сам подумал. А, как же, буду я тебя вытаскивать. Нет уж, рано или поздно ты все равно пошевелишься, чтобы попытаться выбраться. Тут-то тебя и укусят, меролюбивые змеи твоей средней полосы. А я уже буду далеко. Скажу, что ты заблудилась. Вызву спасателей, ну не сразу, конечно, через денек-другой. А сам пойду в противоположном направлении, чтобы всех запутать. И потом, вместе со всеми спасателями, очень удивлюсь, найдя тобой бездыханный труп. Ох, какое горе. Богатая наследница на пике молодости умерла такой глупой смертью. Степа давно уже представил, как будет рвать на себе волосы. Даже заготовил печальную речь для журналистов. Продумал похороны, на которых скажет о том, что сделает все возможное, чтобы усилия его сестры даром не пропали. И возьмет тяжелую ношу бизнеса на себя. Его мечты о будущем без Инны были такими яркими, детальными. Казалось недоразумением, что девушка все еще шагает рядом с ним, что-то весело напевая. Ну ничего. Яма совсем близко. Вот то самое дупло. Его невозможно ни с чем перепутать. Нечасто два дерева переплетаются друг с другом и срастаются в единое целое. Надо пройти от него еще десять шагов, и они будут у цели. Что ж, надеюсь, мы и правда вернемся с полными ведрами. Помню, собирали грибы с родителями в детстве. Инна продолжала весело трещать. И Степе казалось, что она никогда не угомонится. Вот же дурья башка. Даже не чувствует, насколько он ее ненавидит. Обязательно. Ой, смотри, здесь прямо целая грибная поляна. Он нарочно накануне вечером натянул легкую сетку на колышки. Если толкнуть человека, она не будет препятствием. А сетку и колья потом можно убрать. Сверху он обросал веток, листьев, чтобы яма не была видна сразу. Где? Удивил Синна. Да вот же. Палкой он сдвинул листья, и сквозь сетку девушка увидела копошащихся на дне змей. Это явно были не безобидные ужи. Их было огромное количество. Ну зачем ты так шутишь? Инна побледнела и отшатнулась. Но тут же почувствовала удар в спину. Сетка легко поддалась. И последнее, что она почувствовала, был удар об корягу. И слова брата. А я вовсе и не шучу. Здесь ты и сдохнешь. Инна погрузилась в глубокий обморок. А в этот момент перед глазами летела вся ее жизнь. К своим двадцати восьми Инна была уже хозяйкой собственного бизнеса. И все благодаря папе. Это он положил немало сил на то, чтобы семья их никогда не знала бедности. Папа вовсе никогда не мечтал о богатстве. Он решил участвовать в делах более успешного друга только потому, что мать Инны постоянно болела. Ей нужно было дорогостоящее лечение. И отец, всю жизнь проработавший спасателем, в тридцать резко изменил всю жизнь ради больной любимой супруги и маленькой дочки. Он был честным, верным. Его товарищ это ценил. Со временем отделил отцу собственную компанию. И хотя мама к тому времени уже умерла, бросать дело было поздно. Что ж, дочка, мы хотя бы продлили маме жизнь, сказал он Инне, когда она была еще маленькой, и попросил дать ему обещание, что дочь продолжит семейное дело. Папа, ну ты же еще молодой. Ей тогда было всего десять, и она не понимала, почему папа боится умереть. Вот мама всегда болела, а папа всегда здоровый, бодрый и румяный. Тогда Инна еще не знала, что уход любимый подкосил отца. И сердце все чаще подводило. Конечно, молодой, но все равно мне хотелось бы, чтобы ты пораньше вошла в курс дел. Тогда и сможешь мне помогать, успокоил ее папа. Инна вздохнула. Вообще-то она мечтала стать журналисткой. Ездить по разным интересным местам и писать про хороших людей. Даже делала с ребятами в школе газету, в которой писала об интересных событиях. Сама делала фото, папа подарил ей фотоаппарат, и всем очень нравилось. Но, раз уж любимый отец нуждался в ее помощи, конечно, она не могла ему отказать. Именно с тех пор Инна вдруг начала проявлять интерес к экономике. И подробно расспрашивала отца, как устроен бизнес. Он же искренне считал, что все просто удачно совпало. Якобы дочка сама хотела заниматься предприятием. Он уже забыл про тот разговор, а она помнила прекрасно. И мечты стать журналисткой навсегда оставила ради него. У Инны никого не осталось, кроме доброго и заботливого папы. Она не могла потерять еще и его. И готова была на все, лишь бы хоть немножечко облегчить отцу жизнь. «Пап, ты только не женись, пока я не вырасту, ладно?» Попросила его Инна. «Обещаю». Отец всегда был человеком слова. Бессменная няня присматривала за Инной. Она очень любила тетю Полину. И доверяла ей все девичьи секреты, о которых не могла поговорить с отцом. Тетя Полина узнала о первом мальчике, Сережке, в которого безответно влюбилась Инна в девятом классе. Она же помогла отстоять подобранного девочкой щенка. Папа не очень-то приветствовал животных в доме. Но тетя Поля объяснила, что девочке не хватает тепла, а Тобик станет хорошим другом. Так и получилось. Песик умер только, когда Инне было уже 23. И именно ему она рассказывала о многих своих бедах. Например, о том, что когда ей исполнилось 18, папа все-таки привел в их дом жить постороннюю женщину. Конечно, отец держал свое обещание, и мачеха появилась только после того, как она стала совершеннолетней. «Ты не волнуйся, дочь. Я не буду официально расписываться с Ириной», – сказал ей отец. И объяснил, что, несмотря на это, надеется, что Инна будет хорошо относиться к сыну Иры и к ней самой. И не обделит их, если с ним что-то случится. Дочь была уже достаточно взрослой, и папа рассказал ей о том, что жив еще разве что чудом. Сердце может подвести в любой момент. «Хорошо, пап. Конечно, я не брошу их. Постараюсь быть с ними по ласкви, но... Почему ты раньше не сказал, что я могу потерять тебя в любой момент?» Со слезами на глазах спросила Иннаца. «Ты же была совсем кроха. Просто не выдержал бы такого груза. Знаешь, хотя врачи говорили, что я должен был бы умереть еще лет пять назад, но... Я не сомневался, что доживу до твоего совершеннолетия», – признался он. «И пообещал пожить еще лет пять минимум». Степа Инне не понравился. Паренек ее возраста был каким-то скользким, много врал, никогда не говорил, что думал. Инна видела, что сводный брат перед ней заискивает, и не раз пыталась наладить между ними нормальные, искренние отношения. «Степ, ну не надо так подобострастно ко мне обращаться. Я всего лишь обычный человек и твоя ровесница. И раз уж мой папа полюбил твою маму, я приложу все усилия, чтобы относиться к вам как к родным». Инна не лукавила. Она действительно прилагала все возможные усилия, чтобы отец был доволен. И его сожительница и ее сын не чувствовали себя ущемленными. «Да ты что, Инн, может, я и чувствую себя неуверенным, но это вовсе не из-за тебя. Просто мы с мамой всю жизнь прожили в комнате в общежитии, ругались с соседями, выживали как могли на мамину нищенскую зарплату. А у вас такой роскошный дом. Вот ты поневоле и кажешься мне принцессой, а я сам себе нищим». Степан все же пытался ей польстить. «Ну, знаешь, количество денег не определяет статус человека. Важно только, добрый он или злой, верный или предатель. Когда-то папа работал обычным спасателем, и мы тоже жили в обычной квартире вместе с бабушкой. Это только потом он решил податься в бизнес. И то повезло. Инна решила, что рассказанная история растопит лед между ней и Степой. Но тот злобно буркнул. «Ради моей матери он даже не готов оформить отношения в ЗАГСе. Мы так, приживала в богатом доме». Кажется, это был единственный раз, когда Степан высказал то, что на самом деле думает. Больше Инна никогда не слышала от него ничего подобного. Степа всегда льстил. И его мать тоже делала вид, что обожает Инночку. Часто рассказывал ее отцу, какая же славная красавица и умница у него выросла. И все-таки во взгляде мачехи считались нехорошей искорки зависти и крайнего неодобрения. Было видно, Ирина терпит ее из последних сил. Так прошло еще несколько лет. Отец все больше передавал бизнес дочери. Мачеха настаивала, чтобы он попробовал задействовать и Степу. Да вот только ничего из этого не получилось. «Ир, прости, но Степа мало того, что ничего не соображает в бизнесе, так еще очень груб с персоналом. Говорят, нет худшего господина, чем бывший раб. Так вот, это похоже про твоего сына». Степа совершенно забыл, что и сам из простой семьи, как и все мы. «Мне просто стыдно за него, и я больше не подпущу его к делам», сказал отец своей гражданской жене. «Так вот ты кем нас считаешь, Гришенька, рабами? А ничего, что со своей доченькой ты возился гораздо больше времени. Если бы ты хоть каплю терпения вложил в моего сына, из него тоже вышел бы толк», – заорала Ира. «Знаешь, не говори так, а? Да, я не женился на тебе, но у тебя достаточно сбережений на черный день. Да и Инна вас не обидит. Ни моя вина, что Степа не отличается ни хорошим характером, ни умом, ни хотя бы просто воспитанностью», – твердо подытожил разговор папа. В ту ночь у него случился сердечный приступ. Для Инны это стало полной неожиданностью. В последнее время врачи давали хорошие прогнозы. Отец очень старался, вел здоровый образ жизни, рассчитывал дожить даже до внуков. Но все оборвалось в тот день, когда Инна подслушала его разговор с Ириной. «Простите, Ирина Григорьевна, что вызвали вас слишком поздно, но можем только смерть констатировать. Вот если бы вы сделали это чуть пораньше», – развел руками врач. «Я ничего не знала. Заснула, все было как обычно. А потом проснулась, и он не дышит», – завопила мачеха. «Ирина, успокойтесь, я вас ни в чем не обвиняю». Инна решила не усугублять скандал. Может, его гражданская жена и скандалила в день смерти, но вряд ли хотела погубить его таким образом. Дальше пара месяцев прошли, как во сне. Инна постоянно пила успокоительное и все равно не могла остановить слезы, которые текли изголос, не переставая. Она еле держалась на ногах это время. А Степа сказал ей. «Раз по завещанию почти все осталось тебе, ты занимайся похоронами». Инна очень удивилась. Вроде бы Степан и его мама делали вид, что буквально жить не могут без ее отца. Она тут же укорила себя, что думает про людей плохо. Хотя, возможно, они просто по-своему переживают трагическое событие. «Ладно. Степ, вам остается этот дом, и еще каждый месяц на содержание будет поступать около полумиллиона». Она решила сразу сообщить, что не такие уж крохи отец оставил Ирине и ее сыну. Для этих людей оставленное было целым состоянием, невиданным счастьем. Тем более, что даже не надо было и пальцем шевелить. Знай, проверяй карточку раз в месяц и наслаждайся проживанием в доме. «Да, мать уже сказала про эти крохи с барского стола». Выпалился злобой Степан. «Ты чего? Да, мне отошли все остальные активы и бизнес, но там надо круглосуточно пахать, ты бы все равно не справился», — расстроил Синна. Теперь, когда папа не стало, она увидела, сколько тех людей и партнеров которым он доверял, вдруг оказались полны завистью и ненавистью. Отец ведь ничего плохого не сделал этим людям. А они были злы на него только за то, что тот якобы был везучим. Никто же не хочет видеть огромный чужой труд. Всем приятно думать, что человеку все досталось просто так, потому что повезло. «Вот и настиг Григорий Бумеранг. Надо было делиться», — сказал один из бывших партнеров на похоронах. Не постеснялся. А отец еще в свое время пожалел этого Михаила. Не стал сажать за авантюру. Вот и вся благодарность. «А гляньте-ка на эту сиротку. Оперилась настоящая хищница. Случайно ли умер ее папочка? А может, деточке надоело ждать, когда приберет все к рукам?» Сказала жена этого подлеца. Говорят, это она не дала отцу жениться. Теперь, как пидать, вышвырнет из дома его сожительницу и сына. А между прочим, этот Степа и есть сын Григория. Он его прижил еще в ту пору, когда изображал великую любовь к жене. Распускала сплетни подруга Ирины, которую та пристроила на работу к отцу Инны. Кто же знал, что это такая гарпия? Чего только не узнала дочь нового на похоронах. И брат у нее оказывается самый, что ни на есть родной, и она жестокая и хладнокровная убийца собственного отца. Да и папа ее якобы только и делал, что выгонял порядочных людей и не давал им жизни. Инна точно знала, что Степин отец отсидел десять лет в местах не столь отдаленных и перед выходом на свободу умер. Собственно, еще и по этой причине ее отец не хотел оформлять официальных отношений с Ириной, чтобы не ввести в искушение банду, которой принадлежал папа Степы. Конечно, сыграло роль и то, что отец хотел уберечь ее от претензий на наследство. Он не был полностью уверен в порядочности гражданской жены и ее сына, а вот дочери доверял как себе. Уже потом выяснилось, что сплетни на похоронах только начало. Потому Инна еще много всего узнала о собственной кровожадности. Люди видели в ней то, что хотели, и на каждый роток нельзя накинуть платок. Она все равно окончательно превратилась в бизнес-леди. К этой роли ее давно готовил папа. И она, несмотря на горе, не имела права его подвести. Новые обязанности существенно ухудшили ей ситуацию в личной жизни. Лешка, с которым они вместе учились в университете, как узнал о том, что невеста богата, бросил ее. «Извини, но мне не нужна жена, которая будет мне вертеть, как ей удобно. Еще я женщину не слушался». «Леш, что ты такое говоришь? Если ты меня любишь, все можно преодолеть». «Я же не изменилась только потому, что получила наследство», – возразила Инна. «А, вы, знаешь ли, наглое существо. И без гроша за душой, и без смыслевой рожицы, и ладной фигурки мужуку хребет переломите своими требованиями, а у тебя полный комплект, и красиво, и богато». «Нет, мне нужно, чтобы жена мной восхищалась, встречалась с открытым ртом, будто я с небес спустился», – зло сказал он. Вообще-то, жених и раньше говорил что-то такое, жена ненавистническая. Его ведь воспитала одна мать. И после ухода отца Леши, бедная женщина пахала, как проклятая, лишь бы сделать в квартире ремонт, накормить, одеть, дать образование, чтобы все было, как у людей. Казалось бы, у Леши должно было сформироваться уважение к женщине, преклонение перед ее подвигом, но, когда ему исполнилось 20, на горизонте появился папаша, который никогда для сына ничего не делал. Он и объяснил Алексею, что женщина обязана жертвовать. Она же не совсем человек, а так, всего лишь запасное колесо или что-то в этом роде. А если что-то пойдет не так, может и пригодится. Но никто не может сравнить целую машину и запаску к ней. Уже полгода спустя, когда бывший жених узнал, что его отец решил подать на алименты, чтобы взрослый сын его содержал, у него начало что-то проясняться в голове. Леша извинился перед Инной, хотел все вернуть, но как ей не жаль было этой пылкой юношеской любви, все-таки она решила, не стоит связывать жизнь с человеком, который так легко меняет свое мнение. В течение года после смерти отца появлялись еще женихи. Но у каждого из них была только одна страстная любовь к деньгам Инны. Одни были поумнее и сделали вид, что она им интересна. Как личность. Собирались подружиться, подставить плечо и потом уже наложить лапу на ее денежки. Другие по глупости перли на пролом. Выставляли в качестве козыря сомнительные достоинства. Например, то, что они моложе Инны или якобы совершенно не интересуются ее деньгами. Но и тех, и других Инна быстро раскусывала. Не просто так отец много лет приучал ее разбираться в бизнесе. На первом месте всегда стоял навык понимать, что перед тобой за человек. И те, что предлагали себя в качестве потенциальных мужей, точно не годились на то, чтобы пойти с ними в разведку и уж тем более, чтобы прожить с ними всю жизнь. Заводить какие-то специальные знакомства в места, где никто не знает о ее богатстве, просто не было времени. Бизнес продолжал функционировать вовсе не по волшебству. Ей понадобились все силы, вся выдержка, чтобы удерживать его на плаву и тем более развивать. Постепенно, за год, она приучила недовольных к мысли, что теперь она будет стоять у руля всегда. И это не изменится. Тех, кого это совсем не устраивало, пришлось уволить. С другими получилось договориться. В итоге все начало налаживаться. Инна гордилась собой. Всего за год, который прошел с того момента, как папа ушел, ей удалось поднять его дело. А то, что никто не догадывался, сколько нервов и сил на это ушло. Что ж, Инна никому не собиралась ничего доказывать. Важно было только то, что она действует честно и старается изо всех сил не только ради себя, но и ради многочисленных сотрудников, которым смогла сохранить прежний уровень заработной платы, несмотря на смену собственника и вьющихся вокруг конкурентов. Ошибка. Все-таки я ее совершила. Когда Инна подумала об этом, почему-то почувствовал боль затылки, и перед ней мысленно возник образ Степы. Да, точно. В этом была ее ошибка. Она решила, что он успокоился, а обрадовалась, когда пригласил ее собирать вместе грибы. Подумала. Вот, мол, зря она про него плохо думала. Все-таки Степка повзрослел и понял, что надо налаживать с сестрой отношения. Как же она могла так просчитаться? Как-то Инна спрашивала отца, почему он пригласил жить к ним, Ирину и Степу, если не очень им доверяет. Настолько, что даже не собирается жениться на любимой женщине. А папа сказал. Понимаешь, Инна, людям, конечно, надо доверять, но все-таки от осинки редко родятся апельсинки. Вдруг Степа когда-нибудь пойдет по стопам родного отца. Сама Ирочка безобидная, может ворчать, но совсем на подлости не пойдет. А вот кто вырастет из Степана, этого я пока не знаю. Потому и подстраховался. Ирина и ты, вы будете в безопасности, даже если у него возникнут нехорошие мысли. Отец уже позднее рассказал ей, что еще когда только встречался с Ирой, Степа украл у него часы, продал, а потом так и не признался. Отцу не было жаль часов, просто он расстроился, что парень легко может свернуть на кривую трубку. Пап, но ты же сам просил меня, чтобы я обращалась со Степой как можно лучше. И как после твоих слов ему доверять? Удивилась тогда Инна. Вот это самый сложный вопрос, на который каждому человеку предстоит найти свой ответ. С одной стороны, может все рассосется, парень отогреется, поймет, что он в безопасности, и не надо делать пакости, просто чтобы выжить. А с другой нельзя быть в этом уверенным. Так что надо держать ухо востро. Потом отец добавил еще о том, что все-таки надо давать каждому человеку шанс, иначе он может свернуть на плохой путь, только потому, что все и так уже думают о нем, только гадости. Инна попыталась найти свой ответ. Относилась к брату по-человечески, но это не сработало. «Ошибка. Я ее совершил. Но какую?» Инна вдруг пришла в себя. Наверху увидела, что небо продолжало оставаться ясным. Точно. Они же гуляли по лесу. А потом... В голове вдруг возникла картина, когда Степа рассказывал ей как бы в шутку про яму со змеями. А потом и правда туда столкнул. «О нет!» шепотом произнесла она и скосила глаза вбок. Змеи, к счастью, были вокруг. Она не упала на их клубок. Маленькие, юркие, ядовитые ленты выглядели настороженными, но не приближались к ней. Инна попыталась еле заметно пошевелить руками и ногами. Очень осторожно. Болел только затылок. Кажется, она ничего не сломала. Как ни странно. Потому что яма была очень глубокой. Болела только голова. Следовало бы пощупать, какая там рана, но Инна боялась пошевелиться. Любое движение могло спровоцировать ядовитых соседей по яме. Очень хотелось пить. Губы пересохли. Она рассчитывала, что пойдет дождь, хотя это было и страшно. А если будет ливень, она закончит здесь свою жизнь. Яма очень глубокая, края глиняные, скользкие и неровные, даже корни деревьев не торчат. Не за что зацепиться. И вдруг, даже если ей повезет, ее не укусят, когда Инна поднимется на ноги, это случится обязательно, когда она рухнет в яму, соскользнув при попытке выбраться. Оставалось только неподвижно лежать в том же положении, что она упала. Была надежда, что у Степы проснется совесть, и он вернется. Может, он просто хотел ее напугать? Вряд ли. После такой шутки Степан не мог не знать, что Инна сделает все, чтобы ему и матери больше не поступали деньги. Отец предоставил ей для этого все инструменты. Нет, Степа не стал бы так рисковать. Неужели он и правда хотел ее убить? Эти мысли вертелись по кругу несколько часов. Змеи настороженно шипели и сжались к стенкам. Они боялись ее, а она боялась их. Постепенно ситуация начала казаться безысходной. Вряд ли в этом глухом лесу кто-то случайно пройдет мимо. Степа все продумал, потому и вел ее так долго. Сам говорил, места здесь дикие, нехоженные. Неужели так и закончится моя жизнь? Подумала Инна. И уже снова начала терять сознание от шока и отчаяния, как вдруг услышала шаги. Это человек, легкий, быстрый, не Степа, который тяжело ступал, будто каждый раз вытаскивал ноги из болота. Так он ходил даже по паркету, дома. Нет, походка незнакомца была совсем другой. Он явно не привык создавать много шума. «Эй, вытащи меня, здесь змеи!» Она старалась говорить это полушепотом, чтобы не потревожить ядовитых соседей по яме, но в то же время, чтобы ее услышали. Шаги прекратились. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем где-то там, в далеком надземном мире, показалась голова с растрепанными волосами. Небритый молодой мужчина вытаращил глаза от увиденного. «Жди, вытащу тебя!» Он промолвил это, а после исчез. Инна снова погрузилась в отчаяние. «Почему он ушел? Его что, брат прислал проверить, умерла ли я? Или это просто какой-то сумасшедший? Иначе с чего бы ему быть в этом непроходимом лесу?» Такие мысли лихорадочно крутились еще двадцать минут. Вдруг перед ней начала опускаться веревка. На ней была закреплена петля. «Эй, у тебя там ничего не сломано? Сможешь одеть на пояс петлю?» спросил незнакомец. Она беззвучно кивнула. Очень медленно и тихо проделав петлю руки, потом голову, и со скоростью миллиметров десять минут начала проталкивать петлю к пояснице. Змеи шипели, но пока не приближались. «Готово?» спросил незнакомец, когда увидел, что она перестала шевелиться. Она снова беззвучно кивнула. «Буду тебя поднимать. Может, тряхнуть? Береги голову, закрой руками», предупредило. Потом резко дернул. Инна едва успела закрыть голову руками, чтобы не удариться о стенку. Как только она приподнялась над землей, змеи стремительно ринулись к центру, будто им подали условный сигнал. Оставалось только молиться, чтобы этот человек ее не уронил. И только когда он уже подхватил ее у края, Инна увидела, что тот соорудил упор, благодаря которому с двух сторон веревки были надежно закреплены. Поэтому ей и удалось не удариться и не упасть. Незнакомец вытаскивал ее ровно по центру. «Ну чё, в рубашке родилась?» Только и сказал ее спаситель, который, судя по измызганной и видавшей виды одежды, явно был бродягой. Потом подумал, что надо сказать что-то еще и объявил, что зовут его Виктором. «Мне надо спрятаться, вдруг он вернется», только и успела произнести Инна и погрузилась в темноту. На этот раз перед ней уже не проносилась жизнь, было просто темно и почему-то спокойно. В это время Степан уже успел уйти очень далеко в другую сторону леса. Он и не собирался возвращаться и проверять, жива ли сестра, куда она денется. Либо умрет от обезвоживания, либо ее ужалит змеи. Третьего не дано. И по делам наглой богачки. Нечего было унижать их с матерью подачками. Теперь они уже не будут сбоку припеку, нищими у парадного подъезда. Степан упорно продолжал считать, что незаслуженно свалившиеся ему на голову огромные деньги и хороший дом это всего лишь крохи. В его голове справедливость получалась очень своеобразной. Все больше и лучше просто всегда должно было доставаться ему. Даже неравное нет, он имел право именно на самый жирный, самый сладкий кусок всего, что пролетало мимо его рта. И потому, с точки зрения Степана, было абсолютно логично осуществить, так сказать, техническое сопровождение процесса, которое переместит все богатства к нему и его матери. Если для этого надо было всего лишь физически устранить Инну, так не велика и потеря. Эта малохольная все равно была слишком доверчива, иначе не поперлась бы с ним в лес, да и вообще не стала бы считать за людей и поддерживать отношения. Вот если бы родной папаша Степа был бы богат, а потом притащил бы какую-то тетку с прицепом, он бы в два счета организовал все так, чтобы те вымелись куда подальше и глазом бы не успели моргнуть. А если Эта Инна пустила их на свою территорию и еще изображала человеческое отношение, ясное дело, она должна за это поплатиться. Хочешь быть хорошей, плати за это дорогую цену, вот так-то. Надо было отойти как можно дальше, чтобы сегодня или даже завтра вызвать службу спасения. Телефон он у сестры ловко своровал еще до того, как та упала. Тетку убрал, и даже отверстия, которые остались от клеенев, задел глиной, так что теперь не подкопаешься. Заблудилась, Степа старался ее найти, но телефоны разрядились. Так он и скажет, когда выйдет много километров спустя к ближайшей деревушке. Те будут искать рядом и найдут нескоро. И не столько не протянуть. Вот и весь нехитрый план. Самое интересное, что это даже не он такой плохой. Степа предлагал просто взорвать сейф после смерти отца, сказать, что это сделали грабители и забрать все деньги. Так бы в придачу к дому они получили еще такую же сумму, сколько стоит дом. Но мать сказала, «Нет, Степа, нас могут заподозрить, надо быть умнее, переиграть Инну». «Но что мы можем сделать, мам? Ты же так и не смогла убедить этого олуха на тебе жениться». Степа наступил на больную мозоль. Но ему мать не была жаль, сама виновата, надо было лучше стараться, раз уж смогла влюбить в себя этого богача и внушить, что они бедные и несчастные. «Нет, тут только один выход, надо убить эту Инну. Вопрос не в том, что делать, надо придумать как». Мать даже не обиделась на выходку Степана, хотя раньше всегда осердилась, когда сын напоминал о том, что на ней так и не женился Григорий. Степа с восхищением посмотрел на мать. Оказывается, она не так уж и глупа. Он, между прочим, тоже иногда об этом размышлял, но только никогда бы не решился. Слишком уж не хотелось закончить свою жизнь в тюрьме. «Надо придумать какой-то такой вариант, чтобы точно не сесть», задумчиво ответил сын. Несколько недель они изучали разные книги по судмедэкспертизе, шерстили детективы, смотрели триллеры. Ничего подходящего не находилось. Либо уж слишком экзотично, либо опасно. Как вдруг, совершенно случайно, матери в интернете попалась статья, как какие-то богатые путешественники свалились в яму со змеями, начали орать, бить их палками, в итоге там и погибли. «Это то, что надо», сказала она с торжествующим видом. Мать написала название местечка, где произошла трагедия, и отправила Степана на поиски подходящей ямы. Ну а дальше все было делом техники. Надо было только с трогательным видом пригласить сестру пособирать грибов. До этого рокового предложения Степан и его мамаша изо всех сил изображали доброжелательность. «Теперь когда Гриша не стало, нам надо держаться вместе», трогательно говорила и не мачеха. Та с наивным видом кивала, предавалась трогательным воспоминаниям. Мачеха, не будь дура, даже рыдалась не в три ручья. Когда сентиментальная идиотка была готова к чему-то большему, Степа сказал, «Знаешь, Ин, мы с тобой раньше как-то не ладили, но теперь я повзрослел. Многое стал понимать. Ты и твой папа очень многое для нас сделали. Я тоже хочу тебя отблагодарить». «Очень трогательно, а что ты предлагаешь?» удивила Синна. «Ты так много работаешь, мне кажется, потеряла свежесть восприятия. И так долго можно и не выдержать вообще-то. Давай съездим в лес за грибами. У нас с мамой есть секретная полянка. Там и бабуля недалеко раздрогала Синна и согласилась. Они с матерью обрадовались, что все получилось так быстро и начали готовиться к последней для Инны поездке. Старательно продумали все детали. И вот теперь все самое сложное было позади. Осталось только дойти до деревни и вызвать спасателей. Разумеется, никакой бабушки у Степы там не было. Он выбрал это место только потому, что рядом погибли те богатые туристы, которым захотелось экзотики. Нет, все-таки рано пока звать. Вдруг она еще жива. Степан нашел припрятанную палатку и спокойно в ней переночевал. А уже наутро с несчастным видом вывалившись в грязи дошел до деревни и заголосил. Помогите! Сестра пропала! Телефон разрядился! Прошу вас кто-нибудь вызовите спасателей! Он рвал на себе горем. Добрые люди, конечно, сразу поверили парню, который казался несчастным. Вызвали спасателей, а несколько мужиков еще до их приезда начали прочесывать близлежащие окрестности. Вот только Степан совсем не волновался. Знал, что Инну там точно не найдут. Потом он что-нибудь придумает. Мол, распереживался, что сестра потерялась. Побрел непонятную сторону в лесу и не такое бывает. В это время Инна очнулась от запаха грибного супа, с трудом разлепила глаза. Бродяга размешивала в котелке душистое варево. Ты Виктор. Она с трудом вспомнила, что именно так он себя назвал. Точно, верно, сказал мужчина и спросил, как голова? Инна щупала ее и заметила, что та обмотана бинтами. Видимо, Виктор перевязал. «Откуда ты бинты взял? Здесь в лесу живешь, что ли?» спросила она. Хотелось понять, в руках какого человека сейчас находится ее жизнь и безопасность. «Да так, долгая история. А вообще, просто собирал грибы для похлебки. Слух у меня тонкий, так что, как ты позвала, я сразу услыхал. Еще очень удивился, откуда здесь люди? Местные сюда и носы не кажут, тех пор, как прошлым летом туристы здесь погибли». Виктор говорил спокойно, размеренно, будто ничего особенного не произошло. Будто не он спас ее от огромной беды. Инна вспомнила, что надо бы его поблагодарить, прежде чем расспрашивать. «Ведь спасибо тебе, без тебя меня уже не было бы. Стала бы королевой змей, ну, в смысле самый большой, но и самый спокойный». Попыталась пошутить Инна. «А ты молодец, смелая. Я не ожидал, что так легко тебя вытащу. Это ты сама и спасла себе жизнь, раз не трепыхалась и не шумела». Виктор одобрительно посмотрел на нее. Инна внимательно оглядывала спасителя. Небольшого роста, пожалуй, чуть выше ее. Чисто выбрит, хотя вчера вроде был с бородой. Глаза серые, прищуренные. Скорее всего, едва за тридцать, а может и моложе. Сухонький, кряжистый. Видно, что работы руками не боится. Может из деревенских? Вряд ли. Местные говорят с акцентом, а у этого речь чистая. Ну, я еще и очень глупая. Инна рассказала про историю с братом. Почему-то была уверена, что Виктору можно доверять. Судьба послала ей этого помощника, так что на него и надо было рассчитывать. В жизни все не просто так. Да уж, все зло от денег, правильно говорят. А вот у меня в лесу тише был гадать. Я никого не трогаю, и меня тоже никто. ответил задумчиво Виктор. А разве у тебя нет родных? Спросила Инна. Нет, я в детском доме вырос. Мать умерла. Отец решил, что я буду его обременять. Отказался от меня. Виктор замолчал минут на пять. Слышно было только потрескивание костра, на котором варился суп в котелке. Инна ничего не говорила, понимала, надо дать ему высказаться. И бродяга правда возобновил свой рассказ. В детдоме плохо было. Меня пытались заставить воровать, но я до денег никогда не был охоч. Как-то попалась книжка про Робинзона, вот я и подумал, что если не найду необитаемый остров, то малообитаемое место точно смогу отыскать. С тех пор здесь и живу. Отец у меня был егерем, кое-чему научил, хоть за это спасибо. Ну, деньги не всегда зло. Знаешь, они и пользу много могут принести. У меня вот работает сто человек, да даже больше, и все кормят свои семьи, возразила Инна. На душе как-то похорошело. Давно она не говорила с каким-то приятным человеком вот так запросто. Да что там, как отец умер год назад, так и не с кем было перемолвиться даже словечком. Кругом одни интриги. Об этом она тоже сказала Виктору. Ну, так чего меня бомжату слушать, вряд ли что умное скажу. Проворчал Виктор и налил ей в железную тарелку ароматного грибного супа. А еще налил из термоса какой-то травяной настойки. Инна подула на ложку. Суп был горячим, но вкусным. А вот настойка на травах горькая и противная. Эй, королева змей, надо все выпить. Это тебе сила даст. Уж поверь человеку, который сейчас кормит другого, того, кто собирается и дальше кормить сто человек и их семьи. Бродяга усмехнулся, довольный своей шуткой. Ну, если посмотреть на ситуацию так, ладно, буду тебя слушаться, ты сейчас начальник. Молодая женщина улыбнулась и, скривившись, выпила горькую настойку до дна. Голова почему-то стала и правда болеть заметно меньше. Ну как, полегчало, догадался бродяга. Точно. Уже, правда, начинаю сомневаться, что ты человек. Прямо волшебник какой-то, улыбнулась Инна. Нам надо подальше отойти, переправиться на ту сторону. Спасатели тебя ищут. Виктор разведал обстановку и узнал, что Степа поднял всех на уши, жаждет разыскать «Ну как же, меня же узнают», удивилась Инна. «Нет, у меня есть два комплекта спецодежды. Волосы просто заправишь под капюшон и будем похожи на рыбаков. Просто постарайся идти как мужчина. Ноги широко расставляй, не семени, а лодку приятель даст», ответил Виктор. «Может, в город пойдем?» предложила Инна. «Можно и туда, но сначала надо затаиться. Если брат тебя найдет, трудно будет доказать, что он столкнул тебя. Может, у него какие люди в городе есть?» объяснил Виктор. Инна снова поймала себя на мысли, что для бездомного он на редкость здраво мыслит. Ей повезло, что ее спас именно этот странный бродяга. Той же ночью они переправились на другой берег, где спасателя точно бы не стали их искать. Около двух недель жили в лесу. Затем спасательная работа поутихли. Виктор достал местные газеты, в которых Инна пока была объявлена пропавшей. «Ведь мне надо за дело браться, пока паника не началась, и очень нужна твоя помощь». Инна испугалась, что сейчас он ей откажет. Но за те дни, что они провели в лесу, бродяга проникся симпатии к этой отважной молодой женщине. Инна казалась ему лесной феей, которая пришла пробудить его к жизни и придать ей смысл. Так что расставаться с ней совсем не хотелось. Понятно, а что делать-то надо? Почему бы не помочь хорошему человеку? Виктор бы ни за что не признался, что она ему понравилась. Но ясно же, что он не нужен этой бизнес-леди. Где Витя бомж и где эта дамочка? Очевидно, что она почистит перышки и отправится покорять бизнес-вершины. А его просто-напросто забудет. Так и будет. Но все равно Виктор согласен и на это. Лишь бы побыть с ней еще какое-то время. Зато потом будет что вспомнить. Иногда и месяц жизни стоит того, чтобы выдержать любое беспросветное житье-бытье. Речка его подождет и лес тоже, да и палатка скучать не будет. Ему терять нечего. Вот как мы поступим. Инна пошагово расписала, что сначала они доберутся до города, потом приведут себя в порядок, а затем Вите надо будет переодеться в деревенского жителя, который якобы случайно стал свидетелем преступления. Но почему бы и нет? Витя притворился равнодушно, а сам обрадовался, что они будут вместе еще какое-то время. Оказалось, что в кармане брюк Инны сохранилась карта. И, к счастью, она не пострадала. Да и паспорт был при ней. Так что сложно было только зайти в первый магазин, чтобы приобрести себе другую одежду. Ну, что вы так смотрите? Мы с мужем любим иногда побыть простыми людьми, воссоединиться с природой, да, милый? Инна ласково чмокнула бродягу в щеку. Да, есть такое, освежает отношения. Начинаешь ценить простые вещи. Пробрамоталон. Стараясь скрыть, что зарделся от неожиданного поцелуя. Конечно, любой каприз за ваши деньги. Продавщица приободрилась, когда убедилась, что странная парочка без проблем оплатила покупки на крупную сумму. Не часто у них берут все под ключ. И обувь, и одежду, и сумку, да еще и несколько комплектов. Пожалуй, мы сразу в этом и пойдем. Срежьте бирки из этих комплектов. Мы в примерочной все это наденем. Небрежно, сказала Инна. Да без проблем, сейчас все организуем. Девица с удивлением наблюдала из окна, как женщина, которая вдруг стала выглядеть цивилизованно, выбросила свои старые вещи на помойку. Так же собирался поступить и мужчина. Но он прижал пакет к себе и сказал, что она, мол, пусть делает, что хочет, а ему одежда и ботинки еще ой, как пригодятся. Ну что, теперь можно снимать квартиру? Спросил Бродяга. Пожалуй, зайдем еще в парикмахерскую. Инна провела рукой по густым волосам неопределенной формы. Между прочим, я даже побрился, когда тебя спас, проворчал Витя. Ну да, это еще один подвиг. Но все-таки не будем на нем устанавливаться. К удивлению Бродяги, Инна даже подмигнула ему почти шаловливо. Неужели я ей нравлюсь? Смущенно подумал он. И тут же начал отговаривать сам себя в это верить. В конце концов, убедил себя в том, что Инна просто держит его в тонусе, чтобы он помог довести дело до конца. «Она хоть и хороший человек, но занимается бизнесом, а значит, хоть немного, но хитрованка. И он, Витя, просто винтик в нужном ей механизме. Так что не надо сильно очаровываться, тогда и разочаровываться не понадобится». После парикмахерской они оба стали выглядеть заметно лучше. Инна помимо прически даже заказала маникюр и макияж. Так что когда они добрались до квартиры, Витя сказал «Ох, я даже в лесу так не уставал». «Добро пожаловать в городские джунгли». «Кстати, ты стал очень симпатичным», с улыбкой заметила Инна. Из нелепого бродяги Витя и правда превратился в молодого и симпатичного парня. Сейчас она понимала, что, пожалуй, он даже чуть младше ее. «Ты тоже, хотя я бы предпочел, чтобы мы жили в лесу», проворчал Витя и плюхнулся на выделенный ему диван. Комнату с кровати уступил Инне. «Ты сказал «мы»? Я не ослышалась». Она уточнила это уже без улыбки. «Ну да, почему бы и нет». Виктор не хотел брать свои слова назад. Пусть знает, что она ему нравится. Мало ли что. Но ей же шанс один из миллиона, что он ей тоже понравился. Им же было о чем поговорить в лесу. Может и в городе найдутся общие темы. Да прекрати ты, глупец, ничего не получится, неужели не ясно? Какой-то внутренний критик снова стал убеждать Витю, что он просто бомж. И никогда такая, как Инна, не обратит внимания на лесного бродягу и бедолагу безо всяких перспектив. Кто он? Просто лишний, никому не нужный человек. Да даже родной отец от него отказался. У него одна задача дожить тихонечко, чтобы не отсвечивать. Никакой я не бомж, я человек, ничем не хуже других, ответил он сам себе. А я ничего такого и не говорила, удивилась Инна, подумав, что он отвечает ей. А это я так сам с собой в лесу привык. Там же не было более умного собеседника. Попытался увести разговор в сторону Виктора. Знаешь, а ты мне нравишься. И после того, как все закончится, если захочешь со мной дружить, я буду очень рада. Серьезно сказала Инна, впервые взяв его за руку. Ну, там видно будет, пробормотал Виктор. Он испытал настоящее потрясение. Кажется, у него и правда есть какой-то шанс. Конечно, не о дружбе он мечтал, да и кто бы стал желать только общения рядом с такой обворожительной дамой. Нет, Ветя хотел бы прожить с ней всю жизнь. Вот это было бы в самый раз. Тогда и дружить тоже можно. Но он прекрасно понимал, что точно не стоит говорить этого сейчас. А потому сделал вид, что устал и очень хочет спать. Ладно, но я все равно приготовлю ужин. Так что если запах покажется тебе соблазнительным, поднимайся, сказала Инна и отправилась хозяйничать на кухню. Всего через час она положила на тарелку первый, второй салат. Все было безумно вкусно. Ну что, не хуже, чем лесное меню? Спросила Инна с улыбкой. Да ты готовишь намного лучше меня, ответил Виктор с набитым ртом. Почему-то ему казалось, что они уже семья. И вот-вот на кухню забегут детишки. Э, размечтался, вот ведь дурень, сказал сам себе шепотом. Что ты говоришь, не расслышала Инна. Да вот думаю, как же мы докажем, что твой брат и правда хотел тебя убить, сказал Виктор. Что еще было ответить, не выходи же за меня, это уж точно. Явно это преждевременно. А, так я купил диктофон. Ты его спрячешь под рубашкой и запишешь все, что он тебе скажет, ответила Инна. Ну, а если твой братец прикончит меня там, на пороге? Нет, ты не подумай, я не против смерти, какая-никакая стабильность, но все-таки хотелось бы пожить теперь, когда жизнь становится более интересной, покраснел Виктор. Теперь уже от того, что она могла принять его за труса. Я вызову спецназ, но ты же не думал, что у меня нет связей. Все же я великая бизнесвумен в этом городке, улыбнулась Инна. Но нет, сейчас она была похожа просто на милую домашнюю женщину. И все-таки не приходилось сомневаться, что это смелая женщина и правда все продумала. Ах, да, как я не догадался, это же так просто. А что сразу не сказала, проворчал Витя. Да как-то из головы вылетело. Инна собиралась рассказать ему все завтра утром, чтобы он не забыл. Да уж, гардероб и прическа это намного важнее, пробормотал Виктор. Ничего, что при этом кто-то выглядит глупым трусом. Это всего лишь бомж, лесной бродяга, никто. Вить, ну хватит уже. Ты же прекрасно знаешь, что нравишься мне, я тебя уважаю. Хватит ворчать, ласково сказала Инна. А он и не сердился. Просто хотел еще раз услышать, что нужен и важен. Глупо, конечно, но когда тебе никто и никогда этого не говорил, правда, очень надо услышать, причем много раз. На следующий день Виктор отправился на такси в особняк. Позвонил в домофон. Инна рассказала, что Степа и его мать уволили почти всех слуг, чтобы сэкономить на зарплате. И потому открывают сами. Так и получилось. Дверь открыл человек с бегущими глазками. Это вы, Степан? Тот самый, который якобы разыскивает сестру? Спросил Виктор, не дав ему никакой передышки. «Почему это якобы? У меня и правда пропала сестра. Вообще-то горе у нас». Наглец посмотрел на него свысока. Даже не потрудился сымитировать страдальческую гримасу, как для фото в прессе. Просто посмотрел и выжидал. «Да потому что в тот момент, когда вы столкнули Инну в яму, я рядом собирал ягоды-грибочки. Только никак не надеялся на такой вот богатенький урожай. А вы же заплатите мне, верно?» Витя сделал вид, что жаждет получить деньги за молчание. «Ну это от многого зависит. Знаете, мою сестру так и не нашли. Вдруг она все же где-то появится?» Уклончиво ответил Степа. Пока он не признался напрямую в попытке убийства. «Поверьте, Инна мертва. Я даже предоставлю вам все продолжая изображать жадного до денег шантажиста, сказал Витя. «И сколько вы хотите?» спросил Степан. «Для начала десять кусков зелеными. А после того, как покажу фото, еще пять раз постоль же». Этот момент они тоже заранее обговорили с Инной. «Ну я вообще-то не богач. Это моя сестра все захапала, а мне так, жалкие крохи достались. Я вообще-то не могу заплатить сразу такие деньги. И знаете ли, потому и решился на все это. Давайте так, даю тысячу, остальное потом». Начал торговаться Степан. «Но мне больше не надо денег, самое главное-то вы уже сказали». И Витя показал ему спрятанный под рубашкой диктофон. «Ах ты сволочь, подставить меня решил». Степа попытался наброситься на бродягу, но тот легко повалил его. А дальше спецназ уже ворвался в дом. «Что случилось? Почему они здесь? Ты что, рассказал им, что мы подлили Грише в чай тот препарат?» заорала Ирина, испытав шок при виде людей в масках. «Да заткнись ты!» попробовал остановить ее сын. Но та уже вовсю разговорилась. «Это не я. Это Степа придумал с тем препаратом. Сказал у него сердце слабое, вот никто ничего не заподозрит. И он сам, сам подмешал. А я ничего не могла поделать, он мне угрожал». Ирина старалась выгородить себя. А видеокамеры в доме зафиксировали все, что она сказала. Так что очень легко было работать с матерью и сыном. Степан сказал, что мать придумала идею со змеями и подговорила совершить убийство. А он якобы до последнего сопротивлялся. Ирина же старалась спихнуть на сына то, что они вместе спровоцировали у Григория сердечный приступ. На очной ставке удалось раскрыть, что на самом деле и тот и другой активно замышляли оба убийства. Просто исполнил второе только Степан. Одно радует, что Инна все-таки сдохла. упавшим голосом сказал в конце допроса Степа. А вот тут вы ошибаетесь. Ваша так называемая сестра живехонька. Следователь не удержался и рассказал преступникам всю правду. А когда увидел, что их лица стали еще более жестокими и злыми, понял, они не собираются раскаиваться. И об этом тоже сделал пометку для суда. Так что срок Ирины и Степан получили максимальной. И не пришлось сложно. Ее шокировала новость о том, что отца все же убили. И она работала только на автомате. Но в голове постоянно вертелись мысли о том, что надо было настоять, чтобы Ирина и ее сын не переступали порог их дома. Инна, слушай, твой отец сам выбрал свою судьбу. Ты и так запретил ему приводить женщину до совершеннолетия, а то бы он может умер бы и раньше, сказал ей Виктор. Она попросила его не уходить бродяжничать, и он согласился. Они просто стали жить вместе. Инна помогла ему восстановить документы. Он нашел работу по профилю, а именно водил туристов, которые хотели прокачать навыки выживания в лес. Платили хорошо. Он даже купил приличное кольцо. Может, ты прав, но все равно меня не отпускает чувство вины, горестно вздохнула Инна. Если уж так говорить, так это отцу следовало подумать о том, чтобы не оставлять этим двоим слишком многое. Если бы они полностью зависели от тебя и потеряли все, если бы с тобой что-то случилось, все наверняка сложилось бы иначе, заключил Виктор. Папа вряд ли мог предвидеть, что они зайдут так далеко. Он ведь пытался верить людям. Инне почему-то стало легче после слов Вити. А знаешь что, выходи за меня. Без всякого перехода он протянул ей купленное кольцо. Не какое-то там, а с бриллиантом. Правда, не самым крупным. Погоди, Вить, как-то это неожиданно. Она покраснела и замялась. Я не подхожу, да? Лесная сказка закончилась. Он собирался немедленно убежать раз и навсегда. Погоди, я не то хотела сказать. Понимаешь, скорее всего у меня не может быть детей. Было заболевание по женской части. Инна не хотела говорить этого раньше, ведь им было так хорошо с Витей, что она откладывала этот разговор. Хоть она бизнес-леди, но Виктор хочет полного семейного счастья, а деньги ему вообще не важны. И было бы нехорошо лишать его такой радости, как дети. О, дело только в этом. Он закружил ее по комнате. А я-то думал все, все, понимаешь, думал не нужен, а тут всего лишь это. Да погоди, ты сумасшедший, хочешь сказать, это не причина? Ты же сам говорил, что мечтаешь о большой семье, о детях, которые будут бегать по кухне? Мягко спросила его Инна. Ей было приятно, что он так обрадовался ее согласию. Да ты что, есть же варианты, можно взять в конце концов детей из детского дома, или вовсе без них. Мужчина и женщина это уже семья и огромное счастье. Я всегда буду у тебя, а ты у меня, сказал ей Виктор. Но всего через несколько месяцев уже после свадьбы в круг их счастья стали входить кое-кто еще. Во-первых, маленький Миша, которого они решили усыновить. А спустя три месяца после этого тест на беременность показал две полоски. Если вам понравилась история, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Всего доброго! Продолжение следует...